С уважением и почетом относится действующий коллектив градообразующего предприятия «Искитим Цемент» к своим коллегам, вышедшим на заслуженный отдых. В преддверии 23 февраля и 8 марта для ветеранов производства был подготовлен большой праздничный концерт. В своем приветственном слове генеральный директор завода «Искитим Цемент» Владимир Петрович Скакун рассказал присутствующим ветеранам предприятия о его ведущих проектах и поздравил с приближающимися праздниками. В этом году наше предприятие отмечает 85-летний юбилей. В целом предприятие сегодня работает стабильно, устойчиво, несмотря на низкий, наверное, спрос потребления. Сегодня можно увидеть, что работает на предприятии одна печь. Мы выполняем ремонт и модернизацию печи номер 6, заменяем газоочистную установку на современную на холодильнике астрийской фирмы «Шольфу» в кармисе, так что со дня на день печь будет запущена в эксплуатацию. Мы выполняем предприятие ремонтной работы печи номер 7, и в апреле месяце, к первым майским праздникам, эта печь тоже будет запущена в работу. То есть по мере нарастания потребностей на руки цемента мы выйдем опять на работу трех печей и планируем в этом году вновь подгрузить не менее 1 миллиона тонн цемента на рынок. Развиваем мы сегодня ассортимент, опуская продукцию. Все это благодаря тем трудовым коллективам и династиям, которые были заложены вами. Хотел бы пожелать вам, уважаемые ветераны, долгих дать жизни, счастья, любимыми, жить в окружении, заботы и надеялась в вашем роде. Под лозунгом «23 плюс 8» «любим, чтим и превозносим» была продумана и реализована концертная программа. Какое слово «гордое» — отчизна! Я в нем читаю деда с фронта письма. Он не пришел тогда назад с войны. Его победе, слышишь, нет цены. Какое слово «мудрое» — отчизна! Оно, как росло бесконечной жизни, живая в нем и мертвая вода, смешались вместе навсегда. Детские хореографические и вокальные коллективы города свое творчество в этот день дарили уважаемым ветеранам, среди которых наверняка чьи-то бабушки и дедушки. Им они адресовали пронзительные строки стихов. Друзья и единомышленники поздравляли со сцены дорогих ветеранов, призывая их и на заслуженном отдыхе быть активными и позитивными. Иду по залу, и смотрю, и вижу ходы мужчин и красавицы женщин. По пределам стали строя. Думаю, какие-то ветераны-коседеры. Нет, их хоть его не завтра дарят. Наверное, пауза, элементная, идет на пользу зимна. Да я думаю, что все равно мы, и всех тех наших, и трудностей, и радостей, и благослейцев, и мертвей, и смотреть вперед. А впереди у нас весна, поедем на дачу, будем работать, будем заняться со ногами. Ну и, как председатель Роскола Совета ветеранов, хочу пригласить, у кого есть время, еще лишних объектов обязанностей. В нашем клубе у нас есть, кроме ветеранов, в клубе береземая надежда, музыкальная костина, значит, клубы по спортивным делам, вот так, например, по технике, пожалуйста, приходите. Дорогие наши мужчины, от всей души поздравляем вас днем защищения Отечества. Мы благодарны вам за еженеры, за воздух, за то, что именно вы, и для этих наших особенных поддержек, и для них, давая почувствовать нам себя в надежных руках. Желаем вам оставаться такими же сильными, радыми, вымозрыми. Разнообразная, яркая и жизнеутверждающая концертная программа стала для виновников торжества замечательным подарком. В преддверии праздников юным артистам удалось зарядить зрителей позитивом. Душа пела и стремилась танцевать вальс цветов, а каблучки притопывали под задорную кадриль. Ветераны благодарно аплодировали исполнителям и покидали концерт в самом радужном настроении. Во многих цехах работала, выработала вредность. В 45 лет пошла на пенсию, потом вернулась на завод и опять работала. Отработала 40 лет на цемзаводе. Не забывает нас, пенсионеров. Ветеранам что сказать? Всем здоровья. А кто работает, удачи им, счастья, здоровья. Нам бесплатно выписывают местную газету, эскитимскую. И там всегда есть новости от цемзавода. Читаем. Когда-то было, что встанешь утром, все завалено цементом было. А сейчас намного чище, хорошо. Приятно же такое. Ну, прийти бы. Здорово же ребятишек своих посмотреть. Внучат. Столько они живут, сколько я работал на заводе. Я работал с 1972 года по 16. 42 года. С 1974. И кем вы работали? Вначале я работал электриком в цехе аспирации. Потом работал механиком. Обязательно приду на экскурсию посмотреть. Скажите вообще судьбу завода. Ну, я постоянно связь держу с ребятами, с кем работал непосредственно. Не ожидал, если честно, не ожидал, что так будет. В обеспыливании, допустим, вот сейчас на шестой мельнице, ой, на шестой печке, на холодильнике громадный фильтр ставят, поставили. Ну, печку будут запускать и запустят его. Капитальные вложения очень большие. Сейчас в помол будет строиться, фильтры будут строиться там. Ну, это... Вот что касается фильтров. Я это понимаю маленько. Это здорово. Это неплохо. Концертная программа – не единственный подарок, подготовленный детьми в преддверии праздников. Защитникам Отечества посвятили ребятишки разных школ города свои рисунки, передавая гордость за дедов, отцов и старших братьев, праздительных портретов героев-солдат. А также отображение былинных богатырей, защитников державы. Танки, самолеты, корабли, ракеты – все то, чем грезят мальчишки. А также беззаветная вера в офицерское мужество и отвагу. Рисущая девушкам. Все это нашло свое отображение в выставке рисунков, расположенной в Центре дополнительного образования города Искитима. Наш последний зимний выпуск подошел к концу. Еще больше солнца и тепла мы желаем вам в преддверии весны. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова